Всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать вам, как можно на любом индустриальном сервере разжиться довольно-таки редкими ценными ресурсами, используя роботов из мода Open Computers. Я немножко полетал по карте и нашел вот такой симпатичный домик. Ну а рядом с этим домиком есть у нас небольшой источник питания этого дома. Это самые дорогие квантовые солнечные панели из мода Industrial Craft 2. Собственно, я здесь не являюсь ни админом, ни модератором, то есть я не могу ставить блоки, я могу только летать в креативе и так далее. То есть у меня нет доступа к этому привату. Однако я нашел границу этой приватной зоны этого человека. Она находится где-то вот здесь вот. Так. Вот так вот. И я накодил две небольших программки. Первая для робота, которая будет принимать сообщения беспроводные, а вторая для планшета, который их будет отправлять. Значит так. Открываем робота, даем ему электроключ из Industrial Craft 2, который позволяет снимать все предметы из этого мода. Ну как бы снимать, именно ломать их, скажем так, из воздуха вынимать. Запускаем программку Resi, receive, то есть принимать сообщения. А на планшете запускаем программку Send. Так, все готово. И теперь я могу с помощью планшета управлять этим роботом дистанционно. Вот так вот. Нажимаем, короче, букву S, и у нас робот двигается назад. То есть W двигается вперед. Ну, а, и D, это он поворачивается вот таким вот образом. То есть пробел это подняться вверх, shift опуститься вниз. Собственно, что можно делать с этим роботом? Если нажимаем кнопочку E, робот пытается использовать примет, который находится у него в руках. Ну, это может не обязательно ключ этот гаечный, может быть что угодно, из других модов какой-то примет, но неважно. Также есть возможность открывать различные редстоуновские, скажем так, двери и так далее. Для этого открываем планшет, нажимаем букву R, и робот будет вокруг себя испускать сигнал Рестоуна. То есть можно как бы вот так вот двигаться, и сигнал будет постоянно испускаться. Сейчас разверну его. Так, немножко сервер помогал. Так, то есть видите, я подъезжаю, дверь открывается. Подъезжаю, дверь закрывается. Нажимаем снова R, короче говоря, и Рестоун сигнал будет исчезать. То есть больше испускаться не будет. Это полезно, допустим, если у человека, скажем, имеется какая-то поршневая дверь, которую необходимо открыть как-то дистанционно. Вот так вот. Собственно, давайте перейдем непосредственно к тактике гриферства. Давайте нашего робота сдвинем немножечко ближе к тем самым заветным солнечным панелям. Ну, и несколько раз кликаем просто клавишу вперед, чтобы он наслал ему кучу беспроводных сообщений в буфер. Так, ну давай, давай, давай. Немножко медленно ползет. То есть основная фишка это выйти за приватную зону и буквально как бы вот так вот пошагово проталкивать нашего робота в приват. Вот, как видите, робот абсолютно нормально двигается в приватной зоне, то есть он ничем не ограничен. Так. Единственное, что он не может ломать блоки с помощью, скажем, кирок и так далее, то есть это все действует. Но, по крайней мере, все эти ключи гаечные, они вполне себе работают нормально. То есть это, видимо, авторы мода немножко накосячили. Ну, или авторы привата не додумали. Так. Пускаемся ниже. Ниже. Так. Подъехали к солнечным панелькам, разворачивая робота, нажимаем в свете клавишу E, хоп, и он их собирает к себе в инвентарь. Еще раз. И еще раз. Отлично, у нас теперь есть отличные ресурсы. Теперь, соответственно, наша основная задача это сломать нашего робота. Ну, поскольку робот это как бы двигающийся блок, то в привате мы его сломать не можем. Нам необходимо вывести его обратно из приватной зоны и там, соответственно, вытащить из него все ресурсы. Ну, вытащить можно прямо здесь, как я понимаю. Так. Да, мы можем их забрать прямо сейчас, прямо из привата, из любого. Но главное, чтобы наш робот был в целости и сохранности. Собственно, давайте покажу вам еще кое-что. У нас вход в дом находится, как я понимаю, здесь вот. Ага, ага. Автор заблокировал вход. Ну, ладно. То есть, допустим, если у автора дома, скажем так, у хозяина дома есть некая дырочка, вы можете этим роботом спокойно туда протиснуться и как бы сгрифили все, что находится из индустриевских модов в этом домике. Вот так вот. Собственно, давайте нашу роботу звеню вперед. Я вам покажу, собственно, как всю эту программку запустить, как ее скачать, как настроить робота и так далее. То есть, разумеется, кто поумнее, кто знает, как, собственно, выживать с этими модами, кто знает, как их можно использовать во благо и во зло, тот будет пользоваться этой возможностью. Кто нет, или кто честный, тот, собственно, будет выживать и крафтить все эти панельки вручную. Вот. Так, двигаемся вперед. Ну, собственно, опускаемся ниже. Так, стекс. Опускаемся ниже. Если ввести команду... Нет, если нажать клавишу Backspace, то наша программка завершается, и наш робот также прекращает принимать сообщения. Вот так вот. Также есть одна еще скрытая команда. Сейчас я вам, давайте, покажу еще раз. Нажмем кнопочку Receive. Введем вернее команду Receive. И здесь введем команду Send. Так, и если нажмем клавишу F1, то есть если ваш хозяин нашего дома как-то спалил вашего робота, вы можете дистанционно удалить с него все содержимое. Видите, экран погас, короче говоря, и он начинает свою загрузку с дискета. То есть все на нашем жестком диске абсолютно пусто. Он как бы сам себя отформатировал. Очень удобно, если вы не хотите отдавать хозяину вашу программу секретную. Ну вот, короче. Собственно, как собирать этих роботов? Робот собирается в так называемом ассемблере, то есть сборщике. Он по-разному переводится, но обычно называется сборщик роботов. Сборщику роботов необходимо некое питание, некий источник питания, чтобы, собственно, провести сборку. Питание производится через преобразователь энергии и от какого-то внешнего источника. Допустим, от той же с грифериновой панельки. Вот. Собственно, конфигурация робота такова. Вы сюда запихиваете корпус компьютера, вкладываете сюда улучшение инвентарь, чтобы он мог хранить все какие-то предметы робота. Ну, я сделал три штуки, чтобы побольше было. Монитор первого уровня. То есть монитор роботы поддержит только первого уровня. Больше и цветные там нельзя, короче говоря, только первого. Обязательно клавиатура, чтобы можно было в нем что-то печатать. И дисковой, чтобы можно было вставлять дискеты. Также желательно поставить сюда плату на красном камне, обязательно плату без проводной сети и интернет-карту для загрузки с интернета реального моих программ. Также процессор со встроенной видеокартой. Обязательно подчеркиваю со встроенной видеокартой. То есть видеокарта прямо в процессоре находится первого уровня. Две простеньких планочки оперативной памяти. Один лообиус и один жесткий диск. Это что касается робота. Так, теперь что касается планшета. Ну, значит, нужно поставить самый хороший корпус планшета, как бы я не жадный. Вставляем сюда улучшение емкости третьего уровня, это увеличивать заряд аккумуляторов, то есть, что можно было с планшетиком подольше побегать, и чтобы, собственно, у вас планшет банально как бы не сел в приватной зоне. Нужна также клавиатура и также дисковод. То есть, смотрите, зажимаем Shift плюс правый клик, и мы можем открыть, скажем так, дисковод нашего планшета и вставить сюда диски, то есть, стандартные, чтобы можно было писать программки. Так. Значит, сюда процессор состроенный видеокарту уже второго уровня получше, чтобы было побыстрее. Интернет-карту также для загрузки наших программок и плату беспроводной сети для управления роботом. Ну, также оперативка тут какая получше и, собственно, жесткий диск с лоббиосом. Все. Собственно, такая сборка. Давайте я вам покажу с нуля. Все это дело. Сейчас сломаю его. Соберем наш... нашего робота. Где он тут? Репликатор. Название рандомное дается. Ставим робота. Соберем наш планшет. Собрали планшет. Планшет, как я понимаю, заряжен у нас будет. Так. Он пишет, что у нас нет... нет никакой штуки, из чего можно грузиться. Нам нужно вставить сюда дискетку. Давайте возьмем дискетку. Ну, разумеется, я сюда беру из креатива, вы можете спокойно все это дело скрафтить. Оно крафтится. Так. Берем дискетку. Вставляем дискетку. И он начинает загрузку с дискеты. Планшетик. Вот так вот. Так. Пусть пока грузится. Сюда, как я понимаю, в робота необходимо тоже вставить дискетку. Еще одну. Так. Вставляем. Запускаем. Так. Что за хуйня? А. Вставляем сюда в слот для дискетки. Это слот для инструмента. То есть, если мы вставим дискетку сюда, он будет его просто в руках держать. Вот так вот. Так. Вставляем слот для дискеты. Запускаем. Пока что, тем временем, в планшете пишем команду install. И он будет устанавливать все программы стандартные с дискеты на жесткий диск. То есть, мы таким образом ставим нашу персональную систему базовую. Стандартную. И здесь тоже самое делаем. То есть, что на роботу, что на планшет. Все будет сильно шуметь у нас. Давайте потише немножко сделаем. Текст. Ссылочки на скачивание этих программок, вернее, команды, скажем даже, для скачивания этих программок в описании видео. Я вам сейчас просто все вручную скопирую и покажу. Так. На планшет у нас система установилась. То есть, мы уже здесь можем в открытую писать наши любые программки через команду edit, например, и так далее. И здесь то же самое. Так. Yes. Что-то не пишется. Серега, что ли, подвис? Да. Так. Нажимаем. Перезагружается. Собственно, давайте сейчас я вам покажу, как, собственно, скачивать наши программки. По-моему, слово, собственно, получало видео уже слишком много раз. Так. GitHub. Все эти ссылки, опять-таки, будут в описании видео. Я вам просто сейчас вручную их скопирую. Так. Аппликейшн. Здесь они будут храняться у нас в... Так. Робот-Грифер. Так. Получатель и отправлятель. Так. Это у нас сендер. А это ресивер. Ну, вы сюда не смотрите, просто вручную команду пока что впишу. Так. Команда в get. Она загружает с интернета. Сенд. Мы скачали программку для управления. Сенд. Вот она запускается. И отсюда качаем команду по другой ссылке уже для робота. Так. В get. Receiver. Можно любое название абсолютно дать. Что R, что S, там не важно. Вот. Теперь давайте дадим нашему роботу какой-то инструмент. Кстати, к слову, можно дать не только... Так, 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 секунду. Не только гаечный ключ из-за настрела. Можно дать какой-нибудь, скажем, какой-нибудь там лазерный бур, там шахтерский бур, что угодно абсолютно. Так. Где он тут, гаечный ключик находится? Электроключ вставляем. Берем наш планшет. Ну и, собственно, управляем нашим роботом по беспроводной сети. Вот так вот. Давайте поставим нашу панельку. Ну, собственно, здесь уже стоит. Давайте нашего робота заставим приблизиться к ней поближе. Так, разворачиваемся. Так. Нажимаем E. И он ее просто грифит. То есть, что в приватной зоне, что не в приватной, ему абсолютно все равно. Вот так вот. Собственно, если опять-таки нажать на R, то у нас будет робот излучая сигнал Рстоуна, что, в принципе, довольно-таки полезно в некоторых ситуациях. Тикс. Нажимаем R. И, собственно, Рстоун включает со всех сторон робот. Тикс. Че он там? Не включается. Ну, хрен с ним, ладно. Или сервак. А, сервак подвис, понятно. Так. О, видите, сгорелся, короче говоря. Вырубаем и так далее. Короче, собственно, такая программка. Надеюсь, он у нас пригодится для игры на различных серверах. Ну, собственно, рекомендую также хороший сервер для игры, собственно, вот этот. Это сервер для Infinity. Ссылочка будет также в описании видео. То есть, заходите играть. Здесь есть все необходимые сборки технических модов. Что Industrial, что Thermal Expansion, что Computer Craft, ой, Open Computer и так далее. То есть, надеюсь, вам этот сервак понравится. Так что, всем спасибо. Надеюсь, вы сможете сгриферить кучу хороших нубодомов. И, кстати, для защиты, собственно, от такого гриферства, что необходимо сделать? Ну, во-первых, необходимо сделать герметичный ваш дом, герметичный вход. Желательно вообще поставить какую-нибудь, там, не знаю, стеклянную сферу, там, или стеклянный кубок вокруг дома, потому что просто ни один робот к вам не проник. Это уже будет адекватная защита. Также не ставить ни в коем случае солнечные панельки непосредственно на землю. То есть, необходимо их закрывать каким-то другим прозрачным блоком. Например, стеклом. То есть, поставили панельку, допустим, сюда, вот, да, вот она стоит, к примеру, здесь. И закрываете сверху стеклом, чтобы никакой робот ее не смог просто сломать. И все. И, собственно, вся тактика. Но нубики, которые этого не знают, будут страдать от злостных гриферов. Так что всем спасибо за внимание. До новых видео. До новых встреч.